Приветствую вас Никита и я стесняюсь спросить, а вам зачем к девушке прикататься после трёх, скажем так, встреч? Почему у вас есть такое, ну, такое стойкое желание прикататься к человеку? По сути, нарушая его личное пространство и личные границы. Что с того, что девушка, значит, согласилась на прогулку, на кафе, на театр? Что с того? То есть вы считаете, что если она на все на это согласилась, то она должна позволять вам к себе прикасаться? Если так, то это очень грустно, потому что получается, что вы девушку воспринимаете своего рода как объект, значит, покорение, завоевание, овладение и прочее. Вот. Но вы не видите в ней личность, девушка это чувствует и поэтому держит дистанции, потому что понимает, что личность, именно личность в ней вы не видите. А если вы не видите мне личность, то она боится быть использованной. Вот. А вообще есть у меня такое ощущение, Никита, что девушка для вас это, ну, такой просто объект, да, и ни в коем случае нет партнёра, с которым вам интересно проводить время, с которым вам интересно общаться, взаимодействовать, с которым вы хотели бы узнавать. Я думаю, что вам для начала нужно определиться с тем, как вы девушку вообще воспринимаете, и что между вами общего. Потому что если между вами общего недостаточно, вот, если между вами общего мало, именно вот на личностном, ну, в личностном плане между вами мало общего, то ситуация может действительно быть вот такой же, что она даже вам просто скажет, что не хочет больше меня видеть, ну вас точнее. Но, как вы думаете, Никита, а с чего она так скажет, это раз, два, почему вы боитесь её потерять? То есть, вот, всё это упирается в итоге в значение девушки для вас. То есть, всё упирается в то же, что для вас девушка значит. Знаете, если девушка для вас значит что-то большее, чем просто, например, сексуальный объект, статусный объект и так далее, то начинаете, начинаете стараться её узнать, начинайте общаться с ней, начинайте эмоционально сближаться с ней, и про физическую близость, пока вообще, наверное, стоит забыть. Три раза это очень мало, но третья встреча никак к человеку, при прочих равных условиях, прикасаться к себе непозволительно. Другой вопрос, чем обусловлены, чем обусловлены ваши ожидания? Ваши ожидания, по-моему, она вам это позволит. Вот, я думаю, что на этот вопрос вам, ну, тоже очень, очень желательно ответить, потому что именно из-за этого вы сейчас находитесь в таком тревожном состоянии, вот. Именно из-за того, что вы сами для себя не определились в том, каких отношений вы хотите с девочкой, я имею в виду. То есть, понимаете, нет ничего плохого в том, да, нет ничего плохого в том, что вы, допустим, ну, там, не знаю, что хотите, хотите, например, только секса с ней. Или нет ничего плохого в том, что вы хотите, там, статус какой-то, нет ничего плохого в том, что вам, ну, что вам чего-то ещё хочется. Понимаете, нет в этом ничего плохого. Во-первых, в другом немного. Вы сами для себя определитесь, с чего вы хотите. И партнёра подбирайте уже под это. Понимаете? Для чисто сексуальных отношений нужен один партнёр, для статусных отношений нужен другой партнёр, для личностных отношений нужен третий партнёр. Всё это проистекает из того, что вы чувствуете к девочке, что вы ощущаете к девушке. Понимаете? Любите ли вы её, например, нравится она вам? Если нравится, то как? Как это проявляется? Как вы сами это проявляете по отношению с ней? Вот на что вам нужно обратить внимание. То есть определите с тем, что для вас девушка нужна, что вы хотите по отношению к ней. Определите, что вы чувствуете к девушке. И определите, что у вас общего. Вот чем больше у вас общего, тем больше у вас шансов. И определите с тем, для чего вам к ней прикасаться. Вот. Я полагаю, что после, что так сказать, формирования позиции, вы сможете уже для себя решить, что делать дальше. Но три встречи очень мало для того, чтобы человек разрешил вам к себе прикасаться. Очень мало. Особенно, если не с вами мало общего. Вот. А театр, кафе и прогулка – это не значит ничего. Даже если вы тратили на это свои деньги. Ибо отношения – это не инвестиция. Не инвестиция никак. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.